итак всем большой приветик мои хорошие сегодня для вас снимаю очередной вопрос ответ потому что вам очень нравится подобные видосы рассталась с парнем что делать не знаю когда вот мне задают подобный вопрос вот что ответить потому что может эти дела есть какие-то варианты ну типа хочешь парни ищи новую любовь до общаясь там сайты знакомств так далее если парень не нужен то как пережить расставание если оба любим но не можем быть вместе потому что родственники я так скажу что на самом деле самое главное вот самое главное просто для всех пар вы есть друг у друга как бы это странно не звучало представьте что нет никого есть только вы вот он и ты или она и ты и вот ты бы была или был бы да с этим человеком главное что вы чувствуете что вы думаете как вам кажется одно дело понимаете когда открытый какой-то абьюз со стороны вашего партнера да и вам ну как бы все говорят со стороны от ну может даже не от чистого сердца но хотя бы типа по факту что человек ведет себя плохо по отношению к вам вот и в данной ситуации да действительно нужно открыть глазки снять розовые очки да и обратить внимание вот но если родители против например там из материальных составляющих какой-то мелочи которая вам и для вас не имеет значения то есть это поправимое что-то и так далее то тогда зачем слушать ну и зачем это и поймите еще такую важную вещь это ваша жизнь вам жить с этим человеком я это уже тоже говорила что не вашим родителям тут разве что можно дать советы то если ребенок ваш об этом спросил в каком возрасте ты поняла все что ты сейчас говоришь про самооценку и так далее и до сих пор нахожусь в процессе сознания понимаете не бывает такого что вот типа походил психологу и хопа да и резко полюбил себя или полюбила и стали таким уверенным себе так не работает к сожалению приходится постоянно работать над собой приходится постоянно ломать себя приходится постоянно ну ребят поддерживать вот этот тонус самооценки это не так типа по щелчку опять же почему такая красивая не считаю себя на самом деле очень такой красивый ну я считаю что я красивая но это не в число то есть я знаю да типа я красивая но я не не понимаю что есть люди красивее хуже и на вкус и цвет в этом прикол не знаю сколько я вешу ты спрашивайся до сколько я вешу я вообще не знаю к скольки годам хочешь детей я не загадывала еще не думала над этим ну близко 30 наверно чем позже тем лучше парень постоянно занимает у меня деньги не отдает как быть не занимать денег вообще знаете это очень странно если честно просто моем понимании мужчина это вот защита это скала который и денежку это не значит что вы должны на шее сидеть но мужчина не должен просить денег ли в моем понимании ну типа это некрасиво для меня он автоматически становится каким-то бомжиком я его перестаю уважать потому что у меня просто первобытное такое мышление что мужчина это добытчик поэтому но я остаюсь при этой точке зрения и как бы ее и придерживаюсь и для меня есть мужчина у меня захотел занять денег как мой кстати первый парень после этого и расстались ну типа я чё чего но это очень странно понимаете в крайнем случае вагоны пойдет разгружать полы мыть я не знаю на что то делать будет но не будет вот это унижение какое-то просить одно дело когда вы что-то покупаете какую-то недвижимость и вместе вкладываетесь а другое дело когда это на постоянной основе как пьяному бате да вот мама который его любит и надеется что он перестанет быть алкоголиком дает постоянно деньги то есть тут тоже самое типа даешь деньги в надежде что он вернет или изменится нет и приучила человека к тому что ты всегда готова помочь дать денег и человеку так вот расслабился просто на будущее если например глобально мы пожените что-то произойдет но вряд ли он пойдет херачить там искать деньги то есть он скажет иди делай еще и дети на тебе останутся и покушать приготовить и за ним приследить и за детьми присмотреть тоже да вот очень на тебя все обязанности слягутся все строится из мелочей помните об этом что вот в каждой вот в этой загвоздочке кроется огромное вот то что это выльется лучше быть скептически настроенный как я нежели в розовых очках такой пидовочкой которая надеется на то что мы все будет хорошо лучше скептически наблюдать и уже потом мы к чему-то придем возможно как понять что очень нравишься что нравишься очень застенчивому парню они не показывают знаете почему потому что им не нужны отношения вот этим стеснительным на самом деле в тихом уму эти черти водятся я вам так скажу какой бы мужчина не был застенчивый там такой яркий до пылкий если мужчина реально заинтересован он будет действовать неважно какой у него характер мягкий не мягкий если бы он был в тебе заинтересован зай поверь он бы я не знаю подошел бы спросил у тебя домашку предложил бы там пойдешь со мной в столовку или там я не знаю на физре бы тебе не за мяч от мячика бы тебя спрятал что-нибудь понимаешь вот дал тебе ты человек бы как-то проявлял внимание они вот это и когда вас влюблены вы нравитесь вы не сдаетесь этими вопросами обычно когда вы задаете такими вопросами вас не влюблены зачастую что больше всего ценишь валерия мне нравится его доброта очень сильно настолько вот готовы помогать этот всем что-то дать но и это же его минус у меня просто очень много знакомых ну в окружении вот блогерская сфера крыс с которым мы видимся на мероприятиях в клубах да и валера он ну не понимал то есть что за тусовка я же говорю он изначально даже не знал что я блогер и вот мы сидим нам за столом а блогера кстати большинство бомжи то есть действительно очень нет денег вообще у людей популярность есть денег нет с них зарабатывать на них зарабатывают но не они сами у меня очень много примеров не буду называть людей прикол в чем в том что мы сидим за столом в ресторане ребятами моими знакомыми и ну валера видит что грустно до девочки и говорит там ну что что ты хочешь давай что-нибудь закажем чё ты там коктейльчики давай десертик что-то будешь но так общается и вот он им покупает а эти люди они ему не нужны даже деньги мы просто нужно хорошие отношения потом эти люди берут подходят ко мне и говорят а зачем ты встречаешься с мальчиком младше тебя игру на полгода такая большая разница и говорят мне мне кажется тебе нужен взрослый мужчина лет 60 40 года перспективный хотя они ничего о нем не знают потому что он не похож на человека которым является на самом деле вот я ему об этом говорю и он просто руками разводом в шоке типа говорить я хотел ну как приятно сделать людям же не ты вообще спишь высыпаешься не я очень плохо сплю не высыпаюсь у меня постоянно стресс из-за того что ну вот бана опять перезошли до с инстаграмом на днях ну короче какие-то казусы вечно происходят мне это очень сильно калит поэтому я на нервах твое мнение о том если парень стал каблуком для меня каблук это мужчина который не зарабатывает который не может ничего предложить у него нет ничего и даже любви к вам для меня каблук это больше даже как альфонс одно дело и когда мужчина вас вкладывается и вот как валера да типа там что ты хочешь я сделаю для тебя все что ты хочешь это одно я не считаю что каблук я считаю что это поведение истинного мужика вот если к вам так не относились не нужно это писать гневные комментарии меня любят ко мне относятся как не за большинству поэтому ну то есть это не каблук а вот каблук это когда она мне кажется вот эту бесхребет на какой-то мне не знаю флори туфелька просто ну просто я я очень не понимаю вот каблук для меняет как альфонс просто я тебя люблю не знаю за что спасибо за то что меня там обеспечиваешь так далее были ли у тебя отношения лучше чем на данный момент не было как тебе новый трек пошлой море мне очень нравится валерий не очень хотела ли это выйти замуж за валеру знаете мы подшучиваем конечно на такие темы не пока сложно сказать пока еще мало времени прошло но он мне сказал но я предложу я говорю но предложишь узнаешь замужество это такое достаточно серьезный шаг и к нему нужно подходить по-другому с другой стороны мы больше сейчас подходим любовь любовная а здесь уже будет ну как бы брак это уже не игрушки ли в моем понимании я просто хочу повторять ошибки моих родителей например и я бы хотела чтобы все было хорошо а чтобы было хорошо над этим нужно работать и сначала разобраться просто с отношениями а потом уже думать о браке брак мы хоть час можем пойти расписаться и это будет важный шаг я не хочу потом разводиться что были какие-то казусы разногласий так далее стоит ли сказать парню что нравится не общаемся скорее всего он общается с другой девочкой не советую самый лучший и худший знак зодиака по твоему мнению не хочу распределять людей по знакам зодиака если уж говорить о знаках зодиака там нужно смотреть асцендент дисцендент в каком доме какие планеты найти я с каждым знаком зодиака могу общаться нет лучших нет худших но мне не нравится лицемерие стрельцов обман весов они очень обманывают во всем очень такие прям приукрашивают и вот это в доверие втереться и подольше пообщаться отстраненный скорпионов какой-то момент резко уходить в себя и все равно что я чувствую мои мысли в овнах вспыльчивость что они могут сказать такое от чего больше с ними вообще общаться не хочется шизофрению дев люди сами себе противоречат во многом так дева козерог был тельцы а их неопределенность тельцов и что они это неопределенностью они сами не знают и вас обманывают львы замкнутость львов вот это вот закрыться в себе это прям валера вот просто если и они сами решают проблемы они вот по крайней мере мужики они вот самое последнее что сделает валера это попросит о помощи или о совете это последнее если ты что-то важен же мужик он же должен сам и вот и он едет вот это в такси обычно у меня за ручку за ножку нет вот он и будет в окно смотреть и его же не сиди гадай что со мной прям бесит меня раки их излишне вот эта гиперактивность за счет которой устаешь просто невыносимо душно становится людьми они слишком такие прям жизнерадостные гиперактивные по крайней мере в отношении по отношению ко мне типа я вот со всеми раком с кем они прям гипер я устаю рыбы их ложь они очень врут они причем врут на пустом месте их вот это вот пропаганда я люблю люблю а на самом деле изменяю или я вот это сделала а на самом деле ничего она не сделала его до последнего но я так сказал и вот будет убеждать тебя что типа права водолеи но водолеи подсосы они вот со всеми а умеют найти общий язык и за счет этого это бесит потому что может быть с ними сложно потому что не понимаешь дружит с тобой человек влюблен тебя человек они ко всем хорошо относятся типа они не хотят терять людей но я не знаю зачем они вот просто даже если вы с ними что-то поругаетесь скорее всего него потом опять напишет вы возобновите общение и близнецы это люди которые живут вот у них своя оболочка своя атмосфера и вот они вот там живут и они считают что вот есть их мир и больше никакого нет они не боятся заставить людей стись вот что было за них стыдно за близнецов им все равно они делают что хотят нужно иногда думать о других людях ну все я тут плохие качества могу назвать план всех люблю всем пока